сегодня второй день последнего супер уикенда вчера конина power показали огромное желание догнать нави по очкам на проход по мгс и взяв два топа подряд мвп за день стал аутбой кто не смотрел обзор ссылка на плейлист в описании рандомные комменты спасибо за поддержку руслану азат и козим спасибо что пишите комменты парни ну а сегодня тиммейты гонзы жестко мстят за него у major pride открывается второе дыхание топы берут аутсайдеры так что дропаем ваши золотые лайки и полетели на эрангель самолет справа налево первый круг восточнее первые перестрелки скиллами были под конец второй зоны недалеко от мильты игроков теряют арк рейды кп и пройды после конина power проходят через юг но им перегораживают путь виртуз про вейд так вообще в соло закрыл дуар кредов отправил их на топ-16 кп потеряли гонзо акзера отбой едет центр и будет закрыт на топ-15 на севере пакс уже встречаются с их с геймами но ему просто не дал состав это сделать и скорее всего из этой перестрелки они выйдут победителями псих а также отправлять вновь бандита сатсула работать по бандите в ответ и добивает его фейзер рефлект в ноке издавил на шелтере это правая сторона круга файт между дмр юник но позже они переключаются на виртуз про суетровку еще одна перестрелка около башни магов у нас с вами назревает в этот же момент ритона добивает лисенок управляться ноготь николы будет ли сейчас заход от этого состава нет одного нока недостаточно коллективу дмр да еще и дрейс закипку какую-то делает вейд в итоге вырубает дадаева и да на входе в зону коллектива начинает сражаться дрейд также улетает хайграунд помогает этому составу выживали это команда 1218 обратила свой взор на именно этот коллектив хаешка прямо под головой над головой лайтинга пролетел и сразу же идет ответочка в сторону команда дмр лайтинг бегали отрабатывает отсюда отправляя black white и это вдвоем сражаться с дмр ами но что ж позицию нужно занимать он это прекрасно понимает отлично хаешка после подняться не разбери ха файты проходят везде прошерстили весь север этой карты и все-таки выжили дожили и сейчас готовы закидывать команду масонов своими хаешками еще один ног это просто бесконтактная перестрелка от коллектива альянсов 1 до билет в два ноги витамин всего лишь один на ногах sunrise вроде бы как про чекал позиционку этого состава сейчас с очень и очень близкой дистанции будет про кидать еще одни хаешки да люксора добивает это рудер сузи отправляет туда же команда масонов просто запрошено хаешками на восьму закрывают юник фейзер клан и осталось пять команд прайд 1218 в п аль починки и альянс минус эвастейшн закон также падает от компота с бровки тулик остается соло здесь ситуация патовейшая у коллектива 1 2 18 они не зайдут но еще плюс 2 по моему для виртуз про на команде альянс да отлично главное сейчас чтобы никто не украл эти птс которые ребята для себя заслужили 15 и 16 соответственно пойдет лайкинг пробивает 5 килов санрайз работает то по синету по блэк-вайту тулика очень опасно будет это сразу же два игрока в минус залетели ну что эта команда сегодня также заиграла новыми красками для меня на последнем супер уикенде это целенаправленная игра на топ-1 но вот опасника для хэппи джей будет почему он соло сюда приехал на баги до гроза это круто и все-таки ошибается у нас мистер хэдэйк по моему и хэппи джей заканчивает с ним осталось только сыграть эпик фео в туалете и альпачинки остались полном составе против дуа вирту шек и оппозицию в пп прокидывается конечно но эти ребята его ждали на этой локации один минус есть на иванеско разменялся со своей жизнью точнее распрощался со своей жизнью благодаря этому муву хотя сейчас он открыл возможность для хэппи джей выходить на пуши оппозиции в пп и вот и привет угла очень опасно это делает вы не успевает давать хороший опор и сразу же венцуются да это команда альпачинки закрывают последних и берут топ-1 на первой карте зарабатывая тысячи долларов миромар самолет по верхней части слева направо а круг хард вниз чуть выше валдемара гонза перехватили дмэр зажали вовки мп смогли нокнуть но верные тиммейты конца летят сейчас на него очень тяжело будет заходите да просто в голову залетает от дмэров гонза не справляется но оно и неудивительно четыре ствола на дайв уже фуллопат слева низом атака тоныча есть пробитие шикарный нок справа можно переводить на ингушон также фуллопат где там поддержка номи акза где вы ребята прямо сейчас есть пробитие дрей спиливается номи со спины с горы уже заходит минус 2 по команде да они еще и гонза теоретически могут здесь спасти класс но если дмэры все-таки выйдут то у них это не получится но вот анагзер верный друг и товарищ подходит на помощь вместе с олт боем и сейчас на ситуация просто разворачивается но уникорна от но уме дабл но кстати говоря да дайв тоже получил по голове ингуш остается один на ногах пытается ревайвить своего товарища прокидывается два коктейля молотова и в левую и в правую сторону но ревайв происходит на лестнице поэтому не было не было шансов было достать этими прокидками хотя дре он все-таки добил ну чтож клоузи олдбой перестреливает ингуша и составка не на пауэр забирает для себя эту позицию юникорн остается один как быстро переворачивается ситуация у нас с вами на игре вот вроде бы олдбой точнее гонза страдал да и у него не было выбора а теперь на его месте юникорн и получается что это год за поймал команду дмэр да они они его есть пробитик они на пар побеждает в этом замесе отправляют дмэр на топ-16 далее прайды делают ротацию и как будто не замечают игроков иксгейм с возможностью залутали первый килл но сейчас могут за него поплатиться да сацура минусу и троплан и криса дабл ног мы с вами видим от этого состава минус дуо из прайдов на место мажор прайд приходит 1218 и пошел размен ноками минус 2 игрока у xg 1218 после иксгеймов проехали на крае круга и теперь им нужно пойти с с масонами потому что с левой стороны по этим ребятам также велитит прострел сузи в хвосте все таки закрывает и 1218 забирает дпс нптс коделя сега далее хаешка от витамина залетает но в люксора попадает все-таки от авастейшена и пробивает 5 килом а мы еще аркад кстати играли в этом замесе вот как так хорошо получалось и олда он подкидывал гранаты аркред коцели ребят из фейзер олдыч их доработал эмас отличный просто и в очередной альянсы отбиваются от тим юник хэддейк точными их гранатами с кимпа просто закидывает оппоненты просите пораньше анализа вроде бы как все хорошо с реакцией но не настолько хорошо как у хидейка далее тим юник попытается уехать это локации low ground для команды ввв кэш сейчас уже не является преимуществом потому что кимпы занялся стоп альянсов не будет им достаточно тяжело выходить за локации так и дэйка левее прокидывает дым их а ешку не да достал фроза на а вот так граната слишком сильно точно попала в глаз еще и мать да да что это происходит опять гранаты альянсы вы что творите в шоке мне это сейчас команда веник тофис будет откидывать на случай тут уже без вариантов ты соло остался и ждем контр-выбод от команды и лайнс тофис держись на первой карте эти ребята минусанули целый коллектив масонов бесконтактным боем сейчас трех участников и весь состав юника подправляется когда делает минус 3 с гранат а 12 18 все-таки не смогли пройти дальше топ-7 кп не дают аркадом сделать перетяжку и осталось пять команд кп вв кэш альянсы пакса и когда наняло хп у команды трипл в я не снова флопа доказывается вылетает просто как пушка и нянь и все таки килл зарабатывает команда альянс успели немножечко под подукрасть да такие ассасины невидимые у нас ребятки но тем не менее залетела час новый рекорд уже канита пауэр могут поставить в декарте и да пошла сражаться единицы альянсы наверно могут испортить всю малину кп-шка поскольку в зоне и на горе возможно ты прав у альянсов великолепный хайграунд хидейк просто не пропустит ни одного из участников команды а вот и спрей от хидейка пошел сторону бой с добивом по моему пытается забрать его гонза не будет его поднял хотя нет посмотри хидейк не до спрейл и конца может дать ответ а еще и хидейк разворачивается по паксам наваливает минус 2 дает нет диспозиция для коллектива канина пауэр и паксов сейчас будет являться главным решением до пакси устранены это бронзовая альянса закрывает паксов занимает хайграунд и теперь начинает встречать к ней на полу никаких не у тех не у других и битва на плотах декой как страхует год за ой как он страхует 3 2 кп выходит численный перевес анрайс остается вдвоем здесь кривом и канина пауэр начинают ускоряться только что опорная позиция была проиграна и состав альянсов с вероятностью 80 процентов будет эту перестрелку проигрывать и так они на пауэр просто их не остановить и не двигаются вперед и начинается правая перестрелка дискрим пытается спрейт но ничего не получается сам разве перестреливать пробивать правой фланг и минус состав но канина пауэр не остановить берут топ номера мари с 18 километров третья карта ирангель самолет запада на северо-восток круг вверх и направо летим на общаге третьей зоны кдв крашнулись прямо на пак очень нравится что на лесенках пока нету никого но тем не менее я думаю совсем скоро ребята там появятся пакс мушкета перестреливать робко и нужно добивать ему сейчас своего оппонента дадли когда вы это уже второй килл и паксов постепенно выжимают с общежития с их родного спота буквально до динозавр перестреливает еще одного игрока это был крис но его закроют сейчас нужно сидеть на лестнице просто ждать но нет фаби просто вы пушите миник сделали просто огромную ротацию с востока на юго-запад через верх и встречаются на краю с 1218 пытается убрать но на доме чпи парень выживает и никитос продолжает анализ сейчас может достаточно много зарешать в этой перестрелке он в оттяжке но нет его все-таки нокаут с правой стороны нет никакого шанса на победу коллектива тим юник двенадцать самое обидно сделать такую ротацию отлететь на топ-15 после ротации на гору школы теряют игроков команды из гейма и конина power в пп продолжает двигаться и пионеры пытаются их высадить уже имея позицию получше ты посмотри что делает команда виртуз про они просто взяли транспорт и в наглую полетели напролет команде пионеров я останавливается успевать сделать счет в теску стичи добит яшей м2 м2 49 у него в руках это просто аховое орудие но я же перестреливают в два ствола фачи справляется с этой задачей вместе с панчером а вот и на подходе уэйт один-один назревает перестрелка панчер пытается спрей в сторону бэйта для того чтобы пока двенадцать восемнадцать теперь пытаются дожать альянсов на юге пройды выпушивать остатки пионер с высоты да так оно и есть крис добивает своего противника но тот свою очередь успел дать таргет в последнее время и фачи прекрасно понимает где находится оппонент без отжима закидывает хаешку фатч сразу минусует ты посмотри на какой агрессии крис как бы на свой уходе не встать да он рассчитал все прямо до пунктика и так панчер остается один из пионеров по-моему с левой стороны альянсы борется с коллективом 12 18 x game и забирают одиннадцатую строчку панчер пытается уехать на капот выдал сначала одну голову отправляют их на топ-10 после минуса двоих от 12-18 пушат кимпы с рудером и дискрим этим ребятам через секунд 30 нужно быть уже в зоне рудер не должен опускаться куда-то не хватает роста рудеру чтобы высадить его пытался подпрыгнуть не пошло на улице накрутили века альянсы по-прежнему в карте но на опережение сыграл тулика рудер не ожидал и это минус альянсы отваливаются 13-18 судя по всему тоже отваливается две починки закрыли край зоны и переключается на фейзер клан пустышки сейчас была глобальная которая и привела к смерти коллектив 12 18 вышел в open field постарался добить свой килл и за это потерял свою жизнь а так сложилось исторически что он был один на ногах и команда забрала восьмую позицию что ж моя теория не оправдалась ну а пока вы зеркланд против аль починки на пустышках провели гонза с акзером на охотничьих будках принимают арк рейдов это акзер забирают для себя лесорубку и вот еще один прострелу начинают у нас же такую команда арк рейдов три минусы и страйкер ты посмотри на два процента гиппо это все таки устраняет камину пауэр если бы он их закрыл это было бы так жестко чувак чуть-чуть и буквально одного хп не хватило чтобы их минусунуть осталось три команды которые замыкают таблицу на 18 19 20 месте ввк пройды и аль починки им надо рвать просто и они это делают стараются ноги сейчас под этой позиции непонятно он решил просто минус 2 2 ныске я ведь про компоту он и слева размазил и справа размазил но очень опрометно секундом да вот пошел прострел от компота сразу же манку включать перестрелку ян янга находят и минус уйца один по одному все началась агрессия команды ввк сразу дабл минусы мажор фрайды на хладнокровие выгрызают топ-1 для себя и еще зарабатывают призовые жаркие тропики самолет сверху вниз круг восточнее полноценный файт прошел на юго-востоке факсы припыли прямо на фейзер клан факсы получают прострелы и фейзер клан имеет шанс закрыть весь коллектив рефлект уже должен греть хаешку и зажимать по мушкету и фаби фаби сопровождает спрейми отступления своих игроков и команда пытается скрыться под горой но здесь наверху птенчик и коварный птенчик закидывает таймленную гретую хаешку которая попадает в бандиту и фаби мушкет чудом смог уплыть но стоило фазер выдвинуться со спота как им перегораживает путь юник а юник спину встречают альянсы после минус 2 по июне команды разъехались 1218 двигаются с юга на дэму эрто одновременно с этим пионеры минусуют и из геймов кп минус альпачинки а прайды не замечает виртус про альянсы заходят зону вместе с сужением но и мешает конина по время гарантированно килл достанется тебе но альянса встречает коллектив конина пауэр и очень жестко рудер дает отпор этим ребятам олдбой уже в ноги на передовой также в ноги оказался гонза и только лишь ноуми соло ноуми может спасти выправить всю эту ситуацию он закрывает рудера с добивом добивается хэдэйки санрайд за зоной остался но уме и олдбой у кп очень много файтов со всех сторон и неплохо тащит этот санук уже есть 5 килов и фулл стак мэйдж прайд двойка закрывает кдвшников при входе в зону и мы прощаемся с лисенком на 10 строчке 9 команд остается конина пауэр еще в игре олдбой остается за зоной надо двигаться вперед а это будет сделать очень тяжело компоты крис будут встречать ноуми и олдыча два в два смотрим за файтом и перестреливает сюмпы ноуми сейчас компота достаточно без проблем хочу я сказать тебе а вот крис санрайз на последнем издыхании нока это у боя и последние три команды это дмр 1218 которые так и не решили свои проблемы между собой и масса вы бывают на шестое место пять команд остается мы же проект также устранены и ноуми двигается дальше в зону но его встречает коллектив дэмуэрте отправляя конину пауэр на четвертое место но это было мощно это было сильно и мы выходим килов и есть супер мега хаешка по масона минус один пока сэшке и надо дожимать до даем дополняет еще одной витамин поймает ли хаешку она его очень сильно прокачала на минусы и чп и 3 они должны скрывать ответа прилетает неплохая тогда и вынужден отступить витамином на резинка на рога тачке только ждет момента но момент случая дрейн нокает закона вори от улика остается играть финал 3 дмр побежали колесить просто по всей зоне дмр то выжили всех разобрались 1218 и топ за ними и последняя карта самолет с юго-запада на восток а круг на левом на церкви починок дмр прессуют паксов и после нока по бандите пушат папе переезд фаулер без тачки оставляет без прикрытия бандиту и фаби дему эрты разменялись нова спак с деором но здесь я думаю дрей должны поднимать хотя нету ужас но по ингушу бесподобный фаулер сейчас по сути спасает свою команду спасает от неминуемой гибели фаби и бандиту и уже преимущество теперь на стороне коллектива пак с деором при подкире мушкета ситуация будет 4-2 фаблер может заходить на 3 минус карте да да я против фаблера это минус 3 отличнейшая просто и минус 3 по дмр зона медленно но уверенно уходит на эврест моментально отлетает три команды продолжает коллективы подъезжать к краю горы поролись они судя по всему на коллектив 1218 фузера не смогли доехать до центра горы паксы не смогли доехать до центра горы что такое происходит чуток ты опоздал и уже в лобби и ктвшки туда тоже поднимается а тут уже их ждет приемчик ровка будет первым сбегать но получать прострел сбоку и команда кдв под жестким ударом альянсов посмотрим чем она ответит рудеру и рефлексу также альпачинки спускаются с гор ног по динозавру и кдв в ловушке целых двух составов подгорает у этих ребят и альянсы будут файтиться одновременно еще и с альпачинками потому что кдв и спорт отправились в лобби на 13 строчку сколько там вообще работы делает хэппи джей в классе но все-таки его снесли два минуса поглядима лайнс анрес когда и купали рудер с дискримом остаются у нас вдвоем кто в итоге победит я рик мужчинку просто идет орудер но не хватает мощей рефлекси честра полка царская просто от него и ситуация 2 в 1 на подхиле дискрим находится своего напарника на пару сбираются на самый верх и перестреливается спрайдами но в спину также приехали и 1218 это потенциальный бутерброд для состава улдбоя и команда чувствуя это пытается запушить состав мейджи прайд они гениально объехали команду аркред и заехали на запад понимая что это будет зажим с двух сторон но судя по всему коллектив к этому был готов нужно срочно быть также не агрессирует на конину пауэр а вот так зер был бесподобен своей стрельбе и передает обратный привет коллективу 1218 закон получает прострел спину и отправляется в ног от этого игрока это минус 2 у 1218 и только лишь тулика и вик дал упадение последней карте зона уходит на восток и конина пауэр нужно принимать решение решение таково пушить 1218 есть уже минус 2 вик остается по центру соло акзериньо просто на пищину берет его в центре отличное давление от кп 6 1218 разобрались но рядом еще и арка имеет 8 киллов уже 9 а конина пауэр 6 пионеры на третьей позиции с 5 километра получается анальных 5 убийств это отличный результат и дмэра кстати юникорн тоже подъехал под гору еще живет состав но по моему зона уйдет сейчас от дмэр то им тоже надо двигаться аркреды вот конина пауэр чуть спустились до под 1218 и по моему сейчас могли потерять эту высоту акзера зажали где подстраховка улдбой включается в борьбу ног прилетает по аркредом и остается один корка против олдбоя корка снова получил прострел каешка не прошла и олдбой ставит точку на составе аркредов отправлять бой справляется и с ними осталось пять команд кп дмэр юник и пионер очень далеко от круга и он решил все-таки пойти в атаку слева на топе зато без раздергивания через лгшку не отопис профессионал своего дела здесь его не пропускает спинка закрыта команда идика не закрыли трипл в 3 команды на финал очень классная стратегия пионера важна для команды юник потому что патчер например уже отвлекся и все-таки он не реализовал этот выход юникор продолжает движение что фарит максимум сможет еще пару ноков сделать нет патчер восстановил это финал 2-3 юник пионеры выходят на финал стим юник при этом просевшие пхп игроки тормозят очень здорово вовремя тофиса и пионеры могут оформить топчик на последней карте прыгают на анализа и все-таки закрывают коллектив пионеры становятся королем и эвереста берут топ на последней карте mvp за день снова становится отбойка не на power предсказуемо погнала на в таблице лиги а мажор прайд вышли из зоны непрохода в супервый финал завтра последний день этапа лиги там и увидимся всем спасибо за просмотр и удачи